Друзья, всем привет! Все, что я сейчас скажу, не является торговой рекомендацией. Это только мое личное мнение и никаким действием я вас не призываю. Итак, пока китайские руководители компартии развлекаются, кого бы еще замочить, в каком секторе экономики, я решил поискать тихую гавань где-нибудь на американском рынке и что-нибудь подобрать такое не слишком ростовое, но и в то же время не слишком такое заторможенное, чтобы на чем-то можно было все-таки заработать. И вот одна из таких компаний, которая входит в S&P 500. Компания называется Сигна. Это медицинская страховая компания, которая работает в Штатах и еще в 30 странах и довольно является надежным активом. Если посмотреть на мультипликаторы, то в принципе тут с компанией все хорошо. Паная 9, forward 9,22, price to sales 0,43, то есть то, что все меньше единицы, это вообще шикарный результат. То есть акция вообще не дооценена. В компании вышел отчет, отчет вышел шикарный, но при всем при этом акции просели где-то с текущих уровней процентов на 20. В моменте падали до 200 долларов. Связано это с тем, что компания хоть и показала хорошие результаты, но сказала, что в дальнейшем выручка будет падать. Вернее не выручка, а чистая прибыль. В связи с тем, что из-за ковида, болезней, то есть все придется много выплачивать. Ну и как бы ребята подстраховались. Ну и на этих новостях акции немножко и просели. Но это не значит, что компания плохая и что у нее там больше нет перспектив. Вот. Если посмотреть, скажем, уже более подробнее по мультипликаторам, по всем, то смотрите, выручка постоянно растет. Долговая нагрузка падает. То есть замечательно все. Опять же, вот смотрим выручку от года к году. Все идеально. То есть без провалов, без каких-либо эксцессов. Чистая прибыль и денежные потоки практически растут постоянно. То есть можно даже компанию сказать, что она и не совсем компания стоимости, а все-таки даже в какой-то степени ростовая компания. Если брать эффективность, рентабельность, то да, есть там больше, меньше, меньше, больше. Но при всем при этом рентабельность компании стабильная. Не больше, не меньше. Скажем, ну, стабильность признак мастерства. И это хорошо. Аналитики прогнозируют рост от текущих уровней до 279 долларов. Максимуме там 320. Ну, максимум мы рассматривать не будем. Даже если 270 от текущих уровней, это где-то порядка там 30-33 процентов. Что есть очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Ну и давайте рассмотрим немножко технику. Смотрите. По технике у нас был сформирован некий боковик. И с этого боковика акции отросли до 270 там баксов. И как раз на новостях они в моменте обвалились у нас до 200 долларов. И сейчас они как раз был закинут хвост вот в этот самый боковик, где шло накопление, скажем так. Вот. И отскочили как раз к уровню поддержки. Потому что здесь был ложный пробой, здесь был второй ложный пробой, здесь вот так вот хвостики закидывали. И как раз мы сейчас находимся на уровне поддержки. Уровень сильный, уровень хороший. Поэтому, в принципе, сейчас либо ждем разворот наверх, либо еще некое какое-нибудь топтание. Может быть, даже где-то закинем сюда вот хвостик. Вот. Но я думаю, при всей устойчивости компании все шансы есть на дальнейший рост. То есть, если она как аналитики предсказывают 279-280 долларов, то я говорю, вот где-то вот, ну опять, даже чуть выше они прогнозируют вот этого значения, то есть выше максимума. То есть, сделают перехай, то это составит 33%. Если же уйдем выше, к 300 долларов, то это будет уже порядка там 40-45%, что, в общем-то, вообще замечательно для компаний, которые, скажем, входят в индексы S&P 500 и считаются компанией стоимости, а не роста. Так что, для такой компании вообще это будет шикарный показатель. Вот. Опять же говорю, что я ни к чему не призываю. Вот. Эта покупка будет моя. Я еще эту акцию сразу говорю, не купил. Я ее рассматриваю к покупке и буду обязательно покупать эту компанию. Но опять же, это лично мое мнение. Так что, вот такой небольшой обзорчик по компании. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok